Друзья, мы с вами находимся на 4-й мишне 8-й главы трактата Бава Кама. Мы продолжаем разбирать законы ущербов одного человека другому. Итак, прошлый раз мы говорили про увечья, нанесенные родителям, про увечья, нанесенные в Йом-Кипур. Сегодня говорит мишна Хереш Шотебекатан Гиатанра А. Человек, да, все три типа. Хереш – это человек глухонемой, Шотеб – человек, который не является в здравом рассудке, да, то есть, да, сумасшедший. И Катан – ребенок, недостигший 13 лет, Бгиатанра А. Человек, который наносит, вообще с ними встречается, сталкивается, всегда теряет. Что имеется в виду? А ховэль бэгэн хаяф, то есть, тот, кто нанес им ущерб, он хаяф, ты обязан ему возместить. Если ты ударил ребенка там, да, или сумасшедшего, или глухонемого, ты всегда будешь платить по всем пяти статьям, что мы сказали. Бэгстам кэфидиношель колихат, как обычного человека, если ударил. Бэгэм шихавлу бэхрим, а если они кого-то ударят, птурин, то они ничего платить не должны. То есть, да, при встрече с этими тремя типами людей, всегда, как бы, ты находишься в минусе. То есть, если человек нанес им ущерб, он должен платить, а если они ему нанесли ущерб, они платить не должны. Почему? Потому что они не являются, как бы, бенейдаат. Они, как бы, да, не имеют, как бы, рассудки, и поэтому не несут ответственность за нанесенный ущерб. И не подлежат наказанию. Рааб и женщина. То же самое, да, ахувэль бэгэн хаяф. Если ты нанес ущерб какой-то женщине или рабу, ты обязан платить. Бэгэм шихавлу бэхрим, птурин. Но если они нанесли ущерб кому-то другому, то они освобождены от выплаты. Что это значит? Лэфишэйн лэгэм мималэ шалэм. Потому что им нечем платить. Шеколь ма шекана эвет канарабо. Потому что все, что принадлежит рабу, принадлежит его хозяину. А все имущество женщины, мишу, бадим лэбаала, принадлежит ее мужу. То есть, если что-то сделала женщина или что-то сделал раб, ты разбираться будешь с ее хозяином. Но сама женщина и сам раб свободны от выплаты. У них нет ничего, что принадлежит им. Аван мишалмин ла ахарзман. Но они платят с течением времени. Что это значит? Что если женщина в итоге развелась с мужем, или раб получил вольную, получил штар, документ о том, что он выходит на свободу. И они получают уже свое собственное какое-то, они получают свое имущество. У них уже есть свое имущество. Тогда они будут обязаны выплатить. Они должны будут заплатить тот ущерб, который нанесли до того, как был у нее развод. И до того, как он получил вольную. То есть, если раб кого-то ударил, или женщина кого-то ударила, и там выплата должна была быть 100 долларов. Но из-за того, что она была замужем, или у него был хозяин, он не заплатил. Но после чего произошел развод или вольная, то уже после этого все старые должки надо будет выплатить. Это еще один стимул. Получается, для женщин не разводиться, для раба не выходить на свободу, потому что вместе со свободой приходит и ответственность. Еще одна коротенькая мечта. Человек, который ударил отца или мать. Мы с вами уже говорили об этом, что если он не оставил синяка, кровоподтека, но если он оставил, говорит мечта, а кровоподтек или синяк, афальпишелоги трубу, даже если его не увещевали, то есть не предупреждали. Обычно, чтобы человек понес наказание, его необходимо предупредить, сказать, что так делать нельзя. Но даже если здесь он просто ударил без предупреждения, отца или мать, аховель бахаверо вешабат, или человек, который ударил своего ближнего в шабат, афальпиша яшугек бейсур шабат, даже если он забыл, что был шабат, например, или не знал, что нельзя бить в шабат. Миколь Макому, или Метарим Бога, а я ховель бемезид, а я Митхая бемита. В любом случае он подлежит смертной казни, потому что бил он специально, умышленно, хотел нанести ущерб. Если человека предупредили в шабат, и он действительно специально наносил ущерб, он будет нести за это ответственность, так же, как если ударил отца и мать даже без предупреждения и нанес им увечья. То есть, да, сделал кровоподтек. По Турмикулан, в этой ситуации человек будет освобожден от пяти статей выплаты. Да, ни незык не платит, ни ущерб, ни страдания, ни лечения, ни простой, ни стыд, ничего не платит. Почему? Почему не донбинавшо? Потому что его будут судить в вопросах жизни и смерти. Он подлежит смертной казни. По слову суда, за то, что ударил отца или матери, за то, что нарушил шабат. Да, а человек, который подлежит смертной казни, мы это с вами много раз говорили, свободен от выплат денежных. Причем, неважно, сделал он это специально или сделал он это случайно. Если человек сделает это в шабат, но как же так? Почему человек, который ударил кого-то в шабат до крови, подлежит смертной казни? Ведь мы знаем, что он сделал мекалькель. Это называется разрушение. А человек, который как бы делает что-то несозидательное, а именно разрушающее в шабат, он не подлежит смертной казни. Так почему же человек, который ударил от своего товарища, а это мекалькель, это разрушение, а не созидание, подлежит смертной казни по суду? Уильваса нахатруах леоцрога ра, беетше хавель бе хаверо. О, интересно, говорит Мишна. Так как он сделал себе приятное, своему ецару эго, нанеся в момент, когда он создал, сделал зло, когда бил своего товарища, а рейгу кеметакен. Получается, он что-то исправил. В нем был гнев. Он вылил этот гнев тем, что кого-то ударил. О, теперь гнев сошел. Видите, есть что-то созидательное? Он сделал себе настроение. То есть, ему стало полегчало, что называется. Немца, а вон мета. А за это уже подлежит он смерти. Ле фиках, патур меташломин. И поэтому он освобождается от денежных выплат, потому что у него проблемы посерьезнее. Он называется нарушителем, умышленным нарушителем шабата. Или ударившим отца или мать. А человек, который, заключает мечна, ударил своего кнаанейского раба. То есть, у него был кнаанейский раб. И он его ударил патур микулан. Освобожден от всех выплат. Шарейм Хевлобу Ахирим Аколь Шело. Да, потому что, потому что даже если посторонний человек ударит его раба, то все убытки ложатся на хозяина этого раба. А получается, если он сам ударил, он сам своему имуществу навредил. Раб это его раб. Мы знаем закон Торы, что если он ударил его настолько, что выбил ему зуб или выбил ему глаз, он сразу освобождает. Раб выходит на свободу. Но если он ударил его не настолько сильно, то он просто как бы вредит сам себе. И это и есть его, да, его потеря. То есть, тут тонкая грань. Чуть сильнее он вообще освобождает раба. Если слабей, то он вообще свободен от выплат. Да, потому что он вредит своему собственному имуществу. Вот такие вот мечнают. Друзья, давайте посмотрим. У нас осталось, да, шесть, а, вот, шесть, семь, восемь, девять, десять мечнают. Окей. Давайте здесь остановимся, скажем, Лейлу Нишмат, чтобы успеть на рок Рава Абнера. Лейлу Нишмат, сегодняшний мечнают, были возвышения души Геннадий, Маргарита Батлеф, Алла Бат-Абрам, Мария Бат-Абрам, Николай Бат-Абрам, Аврам Бат-Симаду, Яфу Бат-Симон, Хамед-Захар, Яморс Хай Бат-Абрам Бат-Абрам, Бат-Абрам Бат-Элло, Левхо Бат-Акива, Довим-Хайм Гедали, Мирьям Бат-Ромен, Улда Мин-Хан, Ис-Шибатай, Сара Хай Бат-Мена, Улда Мит-Сипора, Ис-Шибатай, Тема Бат-Гита, Дорогие друзья, всем шаббат шалом, и уже на следующей неделе с вами продолжим. Шаббат шалом. Всем шаббат шалом, брат, шаббат шалом. Прощаюсь с вами. До следующего раза.